Всем доброе время суток! Сегодня я буду говорить громче и быстрее, потому что всегда кажется, что я говорю довольно быстро, но на просмотре своего видео получается, что я говорю как-то так. Я не знаю в чем причина, почему так получается, но сегодня я решила увеличить темп. И сегодня я хочу поговорить о таком явлении в Корее как почанмача или как сокращенно ее сейчас называют поча. Это такая палатка с едой, уличная, которая пользуется огромной популярностью в Южной Корее. Почанмача берет свое начало в Корее после освобождения от японской оккупации в 50-е годы, 50-60-е годы происходит рассвет вот этого вот явления. В те времена большую часть населения Кореи составляли бедные и очень бедные люди, вплоть до того, что у них не хватало денег даже на одну бутылку соджу. Соджу это такая корейская рисовая водка, вследствие чего и стали появляться вот такие палатки, в которых соджу эту можно было купить по рюмкам. Не бутылкой, а по рюмкам. Из закусок тогда продавали жареных воробьев, всяких кузнечиков и прочую траву, все что могли на улице в общем собрать, то и продавали. И казалось бы, те страшные голодные времена давно канули в лету, но корейцы не спешат забывать свою историю, они ее всячески холят и лелеят и сохраняют по сей день. Правда уже без кузнечиков и несчастных воробьев. Не только меню частично изменилось в таких заведениях, изменились и условия. Раньше, если это были карбитовые какие-то светильники, то сейчас все там более-менее, конечно, современно. Хотя вот этот вот сам пуниги, как это перевести на русский язык? Сама вот эта атмосфера. Перевела я в переводчике слово пуниги. Сама вот эта атмосфера остается прежней. Сейчас, конечно, уже продают соджу бутылками и также продают пиво, продают макколи. Это такая брашка рисовая корейская. В общем, меню, конечно, расширилось, меню немножко изменилось. Хотя принцип, вот сам принцип, он остается тем же, чем и привлекает огромную-огромную массу корейского народа. Если среди вас есть любители корейских драм, корейских сериалов, то вы наверняка не раз видели сцены, самые такие прекрасные сцены корейских драм проходят именно вот в таких заведениях. Чем опять-таки пиарят такой вот стиль, они его поддерживают. По своим ощущениям могу сказать, что мне такие заведения очень нравятся. Атмосфера в них непринужденная, свободная, очень располагает к душевному разговору и еда очень-очень вкусная. Если у вас возникли какие-то вопросы на эту тему, прошу задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Я стараюсь сильно долго не болтать на русском языке, так как корейские дети просто не в силах пересмотреть все то, что я болтаю на русском, то что они не понимают. Поэтому они выключают, наверное, видео еще до того, как я закончу болтать и начнется уже какой-то ролик. Её страшно, вот так... Дочерка 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 Они пойдут? Да Это хорошо Молит 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 корейцы за экзотику вот так чтобы посидеть на дороге мы находимся прямо на проезжей дороге вот в такой палатке которая затянута полиэтиленом пищу готовят прямо на асфальте практически и вот за эту экзотику корейцы готовы платить в три раза дороже чем в каком-то ресторане а говорят умом россию не понять нет-нет-нет умом корею не понять с чем несравнимый вкус еды вот в таких условиях кто-то песню уже поет вот такая крутая кухня здесь ракушки устрицы или как это называется в россии кореи они поджирак называются просто их макают сюда в соус и едят киран мари омлет корейский омлет всякими добавками за овощи добавляют все что угодно спели уйти одни клиенты как уже подошли другие просят освободить ну в смысле убрать столик короче здесь такая пруха причем такие чеки далеко не средние даже очень-очень дорогие чеки получается здесь